Всем привет, с вами DeadPi47 и добро пожаловать на мой канал. Сейчас все хотят стать стримерами. Сама идея того, что ты можешь просто играть в игры и зарабатывать деньги, привлекает каждого. Это звучит как чит-код в GTA, когда вместо сотен часов работы ты можешь просто заработать месячную зарплату, просидев один стрим, поиграв в игры. Тысячи зрителей, которые слушают то, что ты говоришь и любят тебя, донаты, позитив, всё это, то, чего ты в принципе ожидаешь от стримов и то, чем они по большей части являются. Но многие не хотят видеть другую сторону. Она им попросту неприятна и, как правило, это что-то токсичное и неприятное, о чём не говорят. Но мне кажется, что эта сторона тоже заслуживает внимания, чтобы мы понимали, как делать не стоит. Дело в том, что каждый стример рано или поздно встречается с двумя главными врагами. Это алчность и токсичность. Токсичность это очень мерзкая штука. У каждого бывают плохие дни, каждый может сгореть в игре или, ну, возможно, написали в чате что-то не очень приятное. Но дело в том, что если ты сгорел один раз, то, ну, зрители это поймут. Но если ты горишь постоянно и твоё поведение действительно уже выбивается из обычного твоего позитивного представления, то зрители начинают уходить, потому что они не являются твоими рабами. Они приходят, чтобы посмотреть интересный контент, который, возможно, сделает их день светлее. И когда они видят взрослого мужчину, который горит с игры, начинает обзываться, злиться, это не вызывает ничего, кроме отвращения. Так что так делать не стоит, когда ты находишься в публичном пространстве. Потому что когда ты в публичном пространстве, люди имеют право составлять о тебе какое-то мнение и, допустим, больше не приходить на твои стримы, хотя раньше им, возможно, нравилось. Вторая проблема — это алчность. Я бы описал алчность в стриминге как желание выдавить из своей аудитории максимальное количество денег, как будто это огромная дойная корова. Многие стримеры, когда начинают получать начальные деньги, они думают, что это их зарплата, а то, что они делают — это их работа. И таким образом начинаются проблемы. Знаете, зрители и деньги, которые они вам закидывают — это всё не постоянно. И когда ты получил, допустим, в одном месяце довольно крупную сумму, а в следующих месяцах начинаешь получать меньше и меньше и меньше, ты уже как бы отклоняешься от нормы, которую ты для себя наметил, и это тебя злит. И ты думаешь, блин, мой контент стал хуже, или люди меня недооценивают, они должны мне кидать больше. Почему? Ты начинаешь пытаться как-то намекать им проще. И это выглядит мерзко. Это сразу видно, когда человек не думает о том, как бы сделать стрим максимально приятным и интересным, когда ему не нравится игра, когда он приходит только, чтобы получить деньги. Это отвратительно. Пожалуйста, не будьте такими. Но алчность может добраться до каждого. И мне кажется, что, когда мы говорим о токсичности и алчности, хорошо было бы смотреть какие-то позитивные примеры. Допустим, я иногда смотрю Шрауды или других хороших стримеров, которые добились успеха, и мне кажется, что их пример может вдохновить меня и дать мне какие-то идеи в моём собственном развитии, как я мог бы сделать свой стрим лучше, как можно было бы избежать каких-то проблем. Но мы часто проходим мимо негативных примеров, которые, возможно, вызовут в нас отвращение, которые смотреть просто невозможно. Но мне кажется, что иногда стоит пойти в эту глубину, иногда стоит опуститься на самое дно, стоит посмотреть, что там, чтобы со стороны глянуть на то, что, возможно, является частью вас. Нам страшно это делать, но именно здесь за этим мы собрались, как можете видеть из названия видео. Мы будем говорить о худших примерах того, какие стримеры могут быть и как ими не стать. И начнём мы на самом деле с живой легенды, которую нельзя обойти в этом разговоре. Это DSP Gaming или Dark Side Feel. Но перед тем, как говорить о том, как он стримит, давайте поговорим о том, какой контент он производит и что привело этого человека к подобной славе. DSP начинал как летсплеер на самой зари ютуба. Тогда было очень мало ютуберов, и он быстро поднимался на дешёвых летсплеях, которые записывал на камеру, стоящую напротив телевизора. Даже таким образом, Фил умудрился собрать достаточно большую по меркам того времени аудиторию и обзавёлся собственным стилем подачи комментариев на фоне геймплея. Примерный процесс создания его видео выглядел так. Он 10 часов играл в игру, потом резал это на маленькие куски и заливал всё это на ютуб. Из-за вещей, которые он не вырезал, некоторые его комментарии в течение геймплея вызывали опасения, особенно по части шуток на тему евреев и других народностей. Фил никогда не думал, о чём говорит, и это его погубило. Особенно на фоне других летсплееров, которые имели лучшее качество и лучше комментировали свои видео. Тем более, что как правило в играх он был очень плох, но подкупал определённую аудиторию своими похабными шутками. Как правило, его шутки и самоуверенная личность называли главной причиной популярности его контента. Он появлялся на главной странице ютуба рядом с такими гигантами, как Linus Tech Tips и PewDiePie. Но с развитием его контента, DSP решил, что людям интересно сдать о его жизни помимо игр. С этого началось долгое падение. Фил начал раскрываться аудиторией, но не был готов к общению с людьми. Он частенько был весьма токсичен, банил людей направо и налево, использовал отвратные шутки в своих видео и помимо этого очень нелепо обсирал довольно хорошие игры, которые нравились большинству. И очень скоро последовал первый удар. Этим ударом стало первое видео из серии This is how you don't play. Это была нарезка его прохождения Metal Gear Solid 2, в которой он крайне токсичен, сильно тупит и не понимает как играть, что вызывает еще больше агрессии у него. Если сейчас поискать DSP на Ютубе, то ты не найдешь видео, загруженное лично Филом. Все это исключительно на нарезке его стримов, которые продолжают идею того самого первого ролика по Metal Gear Solid 2. Эти видео стали набирать в десятки раз больше просмотров, чем его собственные видео, что еще больше разозлило Фила и уменьшило его собственную аудиторию. Кроме того, Фил, будучи человеком с 300 IQ, попросил своих зрителей нажимать на рекламу, которая появляется под его видео, чтобы получать больше денег от Ютуба. Это напрямую противоречит политике и правилам Ютуба, так что ему отключили монетизацию навсегда. Потеряв возможность заработка, будучи безработным, потеряв большую часть аудитории, которая его смотрела, он решил пойти стримить на Твич, а геймплей оттуда заливать на свой умирающий Ютуб канал. И вот тут начинается период, про который я и хочу поговорить. Фил — это худший стример, которого я когда-либо видел. Если вам кажется, что стримеры, у которых куча донейшн-голов, за которые они делают жалкие вещи, — это настоящие попрошайки, то вы не видели Фила Бюрнелла. Фил — искренний долбоёб, который за время Ютуб-карьеры и стримов набрал себе кредитов и не выплачивал налоги. Теперь каждый его стрим — это марафон попрошайничества, на котором он каждые полчаса рассказывает, как у него в жизни всё хуёво, как его достали тролли и как сильно ему нужны деньги. Субтитры делал DimaTorzok Смотреть его стримы физически больно. Если в старых видео видно, что Фил получал удовольствие от игры, он был живым человеком, то теперь от него осталась лишь оболочка. Он называет стримы своей работой. Комната с диваном и телеком он называет своим кабинетом, а донаты — чаевыми. Вы не представляете, насколько смешно слушать, как это жирное чмо рассказывает, что работает полноценный 8-часовой рабочий день и очень сильно после этого устает. Все финансовые нужды стрима кладутся на зрителей. Они обязаны покупать игры, они обязаны помогать ему с долгами, они обязаны покупать ему новые консоли. В мозгу Фила нет такого понятия, как стрим ради удовольствия. Он постоянно говорит, как позитивно на его стримах, как он рад стримить, но как только донаты прекращаются, мы видим скучного, старого и унылого токсичного ублюдка, который может забанить тебя за любое слово. Но самое важное событие в жизни Фила произошло 1 мая 2016 года. Он готовился к стриму и случайно запустил камеру и начал мастурбировать перед началом стрима, не зная, что камера включена. Тогда было не очень много зрителей, порядка 90-100, но это очень быстро разлетелось по интернету. И последние вот, последние частички уважения к этому создателю контент, который был на ютубе с самого его создания, они улетучились. Этот человек официально стал посмешищем, он стал панчлайном каждой шутки. Он стал человеком, чье имя произносят всегда с юмором. И его приводят в пример, как того, кем становиться все-таки не стоит. В тот момент он получил пик своей славы. Этот пик продержался не так долго. Этот пик прошел очень быстро, и все забыли про него. Но так зародилось новое общество. Общество троллей, которые теперь зарабатывают за счет Фила. И вот как это происходит. В этом ролике уже выше говорилось, что если вы загуглите имя DSP, то на ютубе, как правило, вылезают видео, которые не сделаны им самим. Все это просто компиляции того, что делают его, в кавычках, фанаты. Дело в том, что каждый стрим, который делает Фил, режется на определенные моменты, которые являются самыми отвратительными и мерзкими. Подставляются мемы, и так люди зарабатывают огромные деньги на каналах, которые выпускают видео каждый день, и зарабатывают десятки тысяч просмотров, о чем Фил на своем канале в данный момент даже мечтать не может. Действительно, этот контент очень увлекателен. Я могу посмотреть таких видео несколько за неделю, и я не перестаю удивляться тому, насколько может пасть человек. Когда тебе кажется, что он пал уже совсем низко, он падает еще дальше. Допустим, буквально недавно у него появилась новая привычка. Каждый раз, когда он набирает донейшн гол на стриме, то есть 100 долларов, 100 долларов это около 7000 рублей, довольно неплохие деньги, да. Он одевает жилет, просто обычный жилет. Этот жилет, по его словам, отпугивает троллей. Он одевает жилет, и уже на данный момент, по-моему, 27 стримов подряд, когда он одевал жилет. То есть, все это время он получал 100 долларов. Это около 2700 долларов. Но, помимо этого, если донейшн гол наберется дважды, то есть за стрим наберется хотя бы 200 долларов, он одевает еще и ковбойскую шляпу. Ковбойская шляпа, это что-то, что связано с Филом уже давно, и это можно считать каким-то символом его канала. Ну, помимо вот этой вот шляпы Соника, но он сейчас очень сильно стыдится, и не соглашается ее одевать, потому что ему просто стыдно за то, что он делал до этого. Так вот, недавно Фил проходил Resident Evil 3. Это прохождение было таким же мерзким, как и все остальное. Допустим, он проходил около часа босса, не мог его завалить, и очень сильно злился на своих зрителей, которые рассказывали ему, как это происходит, потому что, дескать, я сам разберусь, а потом он просто сел и начал ждать, пока они ему объяснят, потому что стрим не мог продолжаться, и он растянул игру, которая длится 5 часов, на 10 часов. Но мы не будем говорить об этом, давайте скажу о главном, о шляпе. Когда он играл в Resident Evil, он сказал, что шляпу он одевать не будет, даже когда набралось 200 с лишним долларов, при том, что они набрались, и только потом он сказал, что одевать ее не будет, потому что ему нужны наушники с объемным звуком, а наушники и шляпу нельзя одеть одновременно, а одевать капельки он не согласен. И после часа ванизма на тему того, что я не могу играть в эту игру, это будет портить качество моего стрима, если я одену наушники похуже, он все-таки одел эти наушники и одел шляпу, но он так выел мозг всем, кто ему задонатил, что я сам прочувствовал всю желчь, которая наполняет этого человека. Это ужасно. Как можно быть настолько самовлюбленным ублюдком, который зарабатывает такие бабки на людях, которые все еще, все еще его смотрят, и так по-свински к ним относиться? Это ужасно. Я не могу это записывать нормально. Фила прозвали Пигроуч, что можно перевести как свинотаракан. Свинье его называют по понятным причинам, ну и плюс у него проблемы с носом, он постоянно делает характерный звук. А плюс его называют тараканом, потому что если человек смог пережить скандал с тем, что он дрочит на стриме, то он переживет нас всех. Многие ютуберы, которые поднимали просмотры на том, что говорили про Фила, говорили, какой он ублюдок, они канули в лету, а Фил все еще здесь, и Фил будет здесь. Неизвестно сколько. Многие годы он брал кредиты и не платил налоги. Нынешний долг составляет 500 тысяч долларов. Он пытался подать бумаги на банкротство, но тролли довели до судьи, что Фил нагло обманывает суд в декларации и записывает свои личные траты в расходы своего бизнеса. Например, есть доказательства, что Фил потратил 50 тысяч долларов в мобильной игре по американскому рестлингу. При этом у него хватает наглости каждый стрим умолять своих зрителей собрать необходимую сумму, чтобы выплатить взнос на погашение долга. Он хуево играет в игры и очень злится, когда ему об этом говорят напрямую. Его стримы по Call of Duty Warzone это сущий ад. Он может 10 минут сидеть в здании и бояться выйти наружу. А когда зона поджимает, выйти и сразу же умереть от противника, потому что не умеет играть, хотя это его в кавычках работа. Каждый стример рано или поздно смотрит на DSP и видит пример, к чему приводят алчность и токсичное эго. Особенно, когда ежедневно всплывают новые подробности его гнилого образа жизни. Этот мужик никогда не отмоется от подобной славы. На данный момент Филу 38 лет. Он не работает уже 12 лет. На нем долг в 500 тысяч долларов. У него скоро заберут дом. Вся его аудитория это тролли, которые искренне его ненавидят. Он никогда никуда не устроится, все о нем знают, но почти никто о нем не смотрит. Он получает деньги, но вместе с ними и харчок в рожу каждый день. И нельзя сказать, что он этого не заслужил, потому что большинство этих самых троллей это просто его бывшие зрители, которые раньше любили его. Но потом у всех истории одна и та же, он просто повел себя по-свински по отношению к ним. Фил это отличный пример того, как потерять уважение людей постоянным нытьем, токсичностью и жадностью. Благодаря нему появилась целая индустрия, которая живет и дышит за счет его стримов. Пишутся песни, делаются нарезки, ютуберы легко поднимают просмотры на видео про него. Он стал всеобщим посмешищем и останется им до самого конца. Это была краткая легенда о Дарксейд Филе и о том, каким стримером не стоит быть. Я не рассказывал про его личные отношения с женщинами, которые он постоянно выставлял на показ, потому что в плане контента это не слишком важно. И я думаю, что вы сами уже можете это узнать, если захотите. Я рад, что наткнулся на него, потому что увидел в нем какие-то свои черты, от которых теперь стараюсь избавиться. И я надеюсь, что у меня это получится. Если вам понравилось видео, то лайк, подписка и комментарий очень помогут продвинуть его. Также заглядывайте ко мне на Твич, буду рад пообщаться и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Через час после релиза этого видео в 19.00 я буду стримить Call of Duty на Твиче, так что, если хотите со мной пообщаться, что-то обсудить, то буду рад, если зайдете сказать привет. А так, всем пока. Да, да, да. Но сейчас это может, типа, плохо быть. Там челик на дороге. Сейчас. Возродил, проверяй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok